Здравствуйте, меня зовут Александр Иванов, и я, собственно, спонтанно решил записать это видео по поводу бинарных опционов и что, собственно, я думаю о бинарных опционах. Дело в том, что в последние месяцы можно очень во многих местах в интернете, на большом количестве сайтов, увидеть рекламу бинарных опционов. Итак, собственно, что такое бинарные опционы? Бинарные опционы в большинстве случаев, на мой взгляд, это способ легального отъема денег у населения. Очень похож на лотерею. Конечно, в рекламе вам будут рассказывать и показывать скриншоты о том, как можно за одну минуту удвоить капитал или заработать 90% или 100% на каком-то инструменте. Однако, это всего лишь завлекаловка, и я вам крайне не рекомендую пользоваться, соответственно, и остановиться клиентом контор, которые предоставляют возможность торговать бинарными опционами и так далее. Дело в том, что в большинстве случаев это похоже на лотерею или даже еще хуже. Я надеюсь, что вы знаете, что в играх в казино, в обыкновенных лотереях шансы на выигрыш, они, конечно, есть, но математическое ожидание выигрыша, оно, безусловно, отрицательное. Бинарные опционы чаще всего тот самый случай, когда мат ожидания выигрыша отрицательное. При этом, компании, которые предлагают вам бинарные опционы, наверняка зарегистрированы где-то не в России, зарегистрированы в офшорах, поэтому вы абсолютно не защищены от ситуации, когда на вашу просьбу, на ваш приказ, поручение вывести ваши деньги со счета на ваш банковский счет, просто вам перестают отвечать. Что вы будете делать в этой ситуации? Непонятно, что делать, если брокер зарегистрирован где-нибудь на Сейшелах. В клиентском договоре наверняка было написано, что все споры будут разрешаться в юрисдикции Сейшелских островов, и сразу вы поддаете в ситуацию, где у вас шансы на успех почти нулевые, просто потому что нереально будет отсудить ваши деньги, которые вам просто отказываются возместить. Кроме того, от себя могу сказать, что помимо занятий ценными бумагами, я еще в качестве хобби занялась мобильными приложениями, и в том числе у меня есть несколько мобильных приложений, которыми пользуются несколько тысяч человек в сутки. И дело в том, что в свое время мне очень упорно предлагали монетизировать их за счет бинарных опционов. Система была следующая. Я в своем приложении вставляю рекламу бинарных опционов, вставляю туда всю вот эту туфту по поводу того, что можно заработать 100%, 90% и так далее. И если клиент переходит по ссылке, устанавливает приложение и, скажем, заводит туда деньги внутрь, то выплачивается мне как разработчику за это существенный бонус. И могу сказать, что те самые брокеры бинарных опционов, они предлагали очень серьезные бонусы, что-то в районе половины депозита, который клиент заведет на свой счет. Здесь сразу было видно, что если предлагается в качестве комиссии половина депозита, который будет заведен на счет клиента, понятно, что депозит, который заводится на счет клиента, наверное, не предполагается, что он будет возвращен клиенту, поскольку есть еще прибыль самого брокера бинарных опционов. И я, соответственно, давно для себя решил, что в своих приложениях я не буду никогда рекламировать бинарные опционы, просто потому что, на мой взгляд, это, как я говорил, в большинстве случаев способ легального отъема денег у населения. Поэтому я просто считаю своим долгом рассказать вам об этом и всячески уберечь вас от использования бинарных опционов. Вкладывайте деньги в какие-то нормальные инструменты. Не хотите рисковать, хотите гарантированного дохода, положите деньги на банковский вклад. Если вы готовы взять на себя определенный риск с деньгами, вложите деньги в ценные бумаги. Если хотите взять на себя маленький риск, вложите в облигации. Хотите взять на себя чуть больший риск, вложите их в акции крупных компаний, в ETF-фонды. Хотите риск еще больше, вложите их просто в акции отдельных компаний, скажем, второго или третьего эшелона. Словом, используйте нормальные проверенные инструменты, те инструменты, которые используют очень богатые люди, в том числе, например, Уоррен Баффет, который инвестирует деньги в акции. Если вы вдруг где-то в интернете найдете статью о том, что Уоррен Баффет вкладывает деньги в бинарные опционы, скажем, с мобильного устройства, это будет означать, что мир перевернулся. Обязательно скиньте мне, пожалуйста, эту статью. Резюме, бинарные опционы, это, на мой взгляд, в большинстве случаев способ легального отъема денег у населения. Брокеры бинарных опционов чаще всего зарегистрированы в офшорах, в каких-то далеких странах, и у вас будет примерно ноль шансов отсудить свои деньги, если вам просто откажутся их возвращать. Таких случаев, кстати, в интернете миллион поищите. Кроме того, это очень сильно похоже на лотерею, где вам будут показывать успехи тех, кто вытащил тот самый единственный счастливый билет. При этом вам, конечно, не покажут миллион других людей, которые проиграли свои деньги, остались без денег. Большое спасибо за внимание. Если это видео было для вас полезным, то поставьте, пожалуйста, мне нравится, или лайк к этому видео, или к этому посту. Также приглашаю вас подписаться на канал на YouTube, где я буду рассказывать и рассказываю о вложениях денег. При этом я рассказываю не только о том, куда стоит вложиться, но и о том, куда не стоит вложиться. Сегодня был такой пример. Бинарные опционы. То, куда не стоит вкладывать деньги. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok